Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи, товарищи! Поздравляем с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Торжественным маршем на площади Советов проходят военнослужащие, правоохранители Барнаульского гарнизона, курсанты БИИ и кадеты. В самом сердце краевой столицы собрались тысячи жителей и гостей города. Для каждой семьи этот день особенный. Мы всегда будем помнить, что с Алтая на фронт ушли около 600 тысяч наших земляков. На фронт уходили юноши и девушки, еще не успевшие создать свои семьи. Почти каждый второй никогда не увидел родного дома. Главные герои этого дня – участники Великой Отечественной войны, дети войны и узники концлагерей. Возраст большинства из них приближается к 100 годам, и некоторые из них еще активно участвуют в общественной жизни. Я выступаю перед студентами, перед школьниками, передаю свой жизненный опыт. А жизненный опыт у меня очень сложный, очень сложный. Поэтому, что я скажу, надо жить. А это уже одно из главных мест притяжения жителей города – мемориал славы на площади Победы. Вместе с барнаульцами его посетили губернатор края и глава города. В этот день отдать дань бессмертному подвигу героев пришли и депутаты городской думы. Уже стало традиционным посещение ветерана на домах. Знаете, у нас уже сложились определенные взаимоотношения, и многие ветераны ждут именно своего депутата. И, в принципе, вот эти отношения, они складываются не только в День Победы, а ведь депутаты постоянно интересуются жизнью ветерана. Мне бы хотелось поздравить барнаульцев с замечательным Днем Победы. Год от года мы узнаем и, может быть, познаем даже все больше и больше ценность этой Победы. О ценности этой Победы знают и те, кто ковал Победу в тылу. Напомним, два года назад краевая столица получила статус города трудовой доблести. В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали именно в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». Полтора миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки, и более ста тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.